Уже на выходных по всей республике откроются елочные базары. Стоимость зеленых красавиц останется почти на уровне прошлого года. В среднем 100-150 рублей за дерево. При этом на каждую купленную сосну или елку продавец обязан выдать своеобразный паспорт, который желательно сохранить. Если будут установлены такие факты, и люди будут остановлены с елочками, без корешка не будут в любом случае доставляться в дежурную часть УД города Террасполь и будут прудиться разбирательства. А пока сотрудники милиции общественного порядка во все охраняют ели и сосны в черте города и за его пределами. Если у вас возникает вопрос, рубить или не рубить, стражи правопорядка напоминают, за такое преступление грозит не только штраф. Несколько срезанных ветвей могут обойтись в 126 рублей, а целое дерево в 2500. Но даже и уголовная ответственность. В экологическом центре учащихся решили не ждать и организовать свою операцию ель. Педагог рассказывает, если елке обрезать верхушку, она больше не вырастет. Цель данной природоохранной операции – привитие именно детям с детских лет экологической культуры, воспитания, потому что от этого зависит и дальнейшее наше состояние природы. Второй этап мероприятия – мастер-класс на тему, как сделать новогодние украшения из подручных средств. Ксюша говорит, елочку из бумаги мастерит впервые. Мне кажется, мама будет очень рада, потому что эта подделка сделана собственными руками. Вариантов альтернативных живому хвойному дереву сотни. Но если вы все же любитель классики и ни с чем не сравнимого запаха сосны, елочные базары ждут вас. Причем, напоминают сотрудники милиции, купить елку намного дешевле, чем уплатить штраф. Анастасия Чернесенская, Наталья Храмова, Александр Тыш, Тимофей Чекан. Первый Приднестровский. Продолжение следует...